В общем, все остальные департаменты, которые существуют, опять же, я говорю, что в принципе все они друг с другом связаны. Каждый может позвонить другому, узнать вопросы, уточнить что-то, дать задание. Дать задание я обычно ругаю, когда в обход меня дают задание, потому что тогда я не знаю и я не могу спросить, а потом начинается, а вот ты не сделал, а я просила. Меня никто не просил, это очень важно. Задание все-таки дается через одно управляемое лицо, то есть это все-таки второй режиссер. Это будет всем удобнее, второе может все-таки сложнее, но в целом он всегда может отследить выполнение этих задач. Когда это все идет в обходе, вот так вот, то там потом барнат начинается. Я не ругаюсь очень сильно. Все остальные департаменты в принципе находятся в видении второго режиссера. Начнем с кастингом, конечно, первый пойдет сюда. Конечно, режиссер может общаться с кастингом. Директор тоже с кастингом общается, потому что права актеров, гонорары за участие, кастинг директор и все, это тоже пойдет, все денежные вопросы будет решать директор, ну или продюсер, как они договорились. Кастинг это все актеры, все, мы это прям про всех. И про главных, и про второстепенных, и про актеров массовых сцен, про групповку, дети, ну животные пойдут в реквизит. Локейшн вполне себе отдельная административная единица. То есть если это творческая, это творческая все равно, да, все вот это художественное, это все-таки техническая, то локейшн вполне административная. То есть у всего отдела существует некий локейшн менеджер, да. Это полноценный администратор, часто выходцы как раз из административных групп, да, которые просто уже знают, куда пойти, с кем как договориться. Это все то, что не студия, все то, что не павильон. Все, что есть улица, дом отдельно стоящий, поле, дорога для проезда, все, что вне павильона съемчивого, это локейшн. Это люди, которые имеют контакты в государственных структурах, административных, да, которые знают, как делать разрешение, на что делается разрешение, сколько стоит там, что выйти на улицу с камерой, это стоит денег. Ну, с такой камеры еще может быть нет, а с кинокамеры, особенно когда оператору, да, кадр можно выйти на проезжую дорогу, обычно всегда. И поставить сюда. Вот это всегда, когда мы в уголочке и на тротуаре, нет, мы не в уголочке и не на тротуаре, и мы хотим потом еще пошире, а можно залезть на крышу и понеслась. Поэтому, в общем, опять же, ввиду маленьких бюджетов, конечно, вот эту позицию директор часто говорит, я сделаю сам. Я сделаю сам, это значит, там, допонент ближайшему знакомому, лакиши-менеджеру, спросил, куда пойти, сколько это стоит. Тот ему все рассказал, вздохнул, что не получил за это денег. Директор это делать сложно, у него еще еще много других задач, но, опять же, если в целом не позволяет бюджет менять человека, да, то, в общем-то, эту позицию можно прикрыть собой. Ну, скажем так, художник-постановщик может знать где, но художник-постановщик вряд ли будет организовывать разрешение и все вот эти вот, ну, чисто организационно-бумажные вещи, да, то есть он направит, я точно знаю, ну, хорошую улицу для вашего ролика, да, я точно знаю, там, нужный дом, да, но... Таким образом, лакишин разделил. Да, разделил. Ну, это то, что задача осталась, да, позиция человеческая ушла, задача осталась, просто объем работ таким образом логично разделился на оставшихся, оставшихся участников.